11 июня 2024 год, вы с Олегом Соскиным. Итак, давайте обсудим положение в Украине. Как оно может, по какому сценарию может развиваться событие в ближайшей, ну, я думаю, до конца июня. Зеленский, как известно, поехал, как, собственно, все и говорили, и планировалось. В Германию, в Берлине проводится так называемая конференция по Украине, там очень много, сотни, там, может, даже тысячи участников по реновации, реконструкции, восстановлению Украины. Ну, тема совершенно какая-то глупая, абсурдная, я бы даже сказал безумная, потому как, о чем можно говорить, если по моему прогнозу война будет идти еще 10 лет. Не обязательно на территории Украины, но восстанавливать здесь ничего невозможно. Поэтому территория страны – это руина, прямо скажем. Как эту руину можно куда-то восстанавливать? Это как московиты сейчас восстанавливают кладбище под названием Мариуполь. Там погибли десятки тысяч людей, а они там, типа, восстанавливают дома, там, ну, такое вот это поверхностное обновление, там, какие-то работы делают. Ну, вся энергетика некроза, энтропии смерти, она в полном объеме там стоит. Поэтому, ну, правда, этим мокшам, чуть весь мокши, вепсы, оно им все равно, они привыкли к этому, это их суть. Но для нормального понимания, конечно, Мариуполь – это город смерти, он таковым и остался. Поэтому, там, Ленинград, Санкт-Петербург, так называемый, это тоже город смерти. Он ничем не изменился. Как был город смерти после Второй мировой войны, он такой и остался. После первой этой большевистско-коммунистической революции. Это такой реальный город смерти. Поэтому они стали побратимами Ленинград и Мариуполь. И там этот один, этот, который там, в этом у них городском совете, зам или кто он там, говорит, что они должны быть побратимами, они стали. И надо день Мариуполя отмечать. То есть, ну, подобное притягивает одно кладбище, притягивает второе кладбище. Ну, это как бы реальность такая. Так вот, в данном случае, Украина тоже уже, по сути, в значительной степени, это руина, где развиваются процессы некроза. И что ж тут можно восстанавливать и реконструировать, это, конечно, колоссальный вопрос. На эфирно-астрально-ментальном уровне. Ну, это для этих самых глупцов всяких. Материалистов, так называемых. Атеисты, материалисты. Ну, плюс, конечно, хитрые, которые хотят бабло поиметь. Вот. И известно, что в этот же период Зеленский туда поехал. Там целая с ним делегация. И в этот же период устранили, собственно, наема. И входила они были, эта группа с Корбаковым. То есть, это была отдельная группа, которая была связана с американским посольством в Украине, с этой Бринкен или как там ее, с другими, там, с немцами, ЕС. Ну, то есть, это было другое направление. Поэтому победило направление, которое монополизировать хочет все деньги, которые должны, типа, потом зайти в Украину. Грэм заявил этот, да, Грэм же этот или как там он называется, этот сенатор США говорит, что украинцы сидят на десятках, там, триллионов долларов разных таких всяких полезных ископаемых. Ну, говорит, так надо же к этому как-то, чтобы США приобщилась. Вот. Типа, Украина станет центром процветания, да. Какого процветания, каким центром. Центром кладбища, это другое дело, на Евразийском континенте. Тут, как бы, более-менее понятно. Собственно, сегодня Зеленский и его бригада, слови народа, эти все Шмигали, Ермаки и Стефанчук, они, собственно, и превращают Украину в кладбище, Центральное кладбище в центре Евразийского континента. Ну, и Зеленский поехал туда рассказывать, какие большие преимущества есть у этой территории руины, некроза, некрофилия, энтропии, как кладбище, как можно тут красивые могилы поставить, памятники и так далее. Встретился с Шольцем, это неудачник, это лузер политический, который все проиграл вместе своим светофором с партией Зеленых и свободных демократов из его партии. То есть, у них у всех теперь трех, уже это зафиксировано на реальном законодательном уровне, у них у всех трех поддержка электората приблизительно такая, как у одной ХДС, ХСС. А на втором месте по рейтингу у них сегодня по влиянию, это уже альтернатива для Германии. И это объективная реальность. То есть, Шольц уже не играет, как бы, первую роль, главную роль, он просто уже отыгранная почти карта политическая. Вот Зеленский поехал к нему, они там встречаются, говорят, обсуждают, Шольц сказал, будут переданы там. В течение нескольких недель, классно так сказал, нескольких месяцев будут переданы там еще дополнительная установка Патриота, Айрис там, еще что-то там и так далее, Гепарды там. То есть, как бы, правительство этого светофора, оно в таком направлении развертывания, раскручивания этой войны, ну не войны, а мясорубки. Это мясорубка, это же не война, это кровавая мясорубка. Они, Германия, нынешнее руководство, оно четко придерживается этих позиций. Сможет ли правительство Шольца долго быть у власти, вот это главный вопрос. Если посмотреть выступления уже лидеров вот этой Вайдель-альтернативы для Германии и того же Мерца, ХДС, ХСС и премьер-министра Баварии, лидера ХСС, то они говорят одно, что надо проводить выборы. Шольц сказал, проводить не будет, но он имеет право до следующего года, то есть, они в 25-м году должны быть. Но все параметры показывают, что до 25-го года светофор не доживет. Он уже испортился, барахлит и то так мигает, то сяк подмигивает. Поэтому я полагаю, что это будут где-то сентябрьские выборы, которые будут в землях. А в землях, как известно, на евровыборах победила в восточных землях. Так как бы получается, ХДС, ХСС в старых землях первое набрало в Европарламенте первое место. А вот в восточных землях, там пять таких земель, ГДР бывшая, там победила с 40% в среднем, 33-40% альтернатива для Германии. И она быстро увеличивается, быстро усиливает позиции. И будет усиливать, потому что, ну как бы уже сформулировано общественное мнение, что светофорная коалиция способствует укреплению политического ислама в стране. Способствует росту уголовных преступлений вот этих преступников-мигрантов, Сирия, Афганистан, Турция. Способствует уничтожению бизнеса малого. За год закрылось 176 тысяч субъектов хозяйствования за прошлый год. Это огромное число. Ну и роста же ВВП нет, у них никакого нет роста. Есть инфляция там, причем такая большая инфляция. Ну они сейчас должны будут дать, мы думаю цифру, как раз мы увидим, какая будет где-то, сколько будет инфляции. 5-7%, некоторые говорят вообще 8%, вообще безумная цифра. Поэтому будем прямо говорить, что Шольц ничего не сделать не могут, они уже не в состоянии контролировать процесс. И сейчас начнется очень их жесткая критика через внутри страны и постепенно начнется критика их через Европарламент. Сможет ли Шольц, Бербок выдержать эту и свободные демократы? Это большой вопрос. Потому что у них реально падает рейтинг, реально. И я уверен, что, ну сегодня у нас пусть какой, 11-я, да? Ну например, там через дней 10 сделает вот эта Инса, делает у них очень хорошие замеры, соцопрос. И я думаю, что будет еще большее падение этого рейтинга светофора. И уже будут более такие жесткие акции. Плюс вдруг какой-то черный лебедь прилетит. Но девочку ж так и не нашли с Украины, которая пропала, когда пошла в школу. То есть получается, что это только на словах они такие козырные. А полиция там, это же какие деньги безумные получают. Все. А они ничего сделать не могут. Они не могут даже такие простые, как бы достаточно дилетантские проблемы решать. Вот они могут, ну похоже очень на украинское типа, это суррогатную форму спецслужб. Они тоже там борются, в Германии они борются типа с этими сторонниками Райха восстановления. Слышите? А в Украине борются с ломами, с телеграм-каналами, с людьми, которые печатают фотографии про прилеты. Также в Украине не сказали, а что ж прилетело там под Киевом, что ж там горело почти сутки там такое, что ж там такое сгорело. Потому что приказ дан, не говорить. И все промолчали. Все промолчали, все струсили, никто даже не пикнул. А сгорело ж там, будь здоров. Вот. Поэтому, что ж там в этом месте есть? Место, геолокация известна, со спутника видно. Место, что там горело, тоже видно. Но все так рот свои зашили и тихо так тараканов с пятой точки выпускают. Вот и все. Но тем хуже будет для власти. Тем хуже для власти. Потому что пар накапливается, даже горячий кипяток накапливается в этом котле. А котел же прохудившийся, понимаете. Он уже латан и перелатан. И оно просто его разорвет в ближайшее время. Поэтому будет это, отбудет Зеленский там номер. Ну, про что-то они там поговорят. Ну, что-то кто-то пообещает. Зеленский говорит, что надо, под девизом идет восстановление энергетики. Ну, это детский, самодеятельный такой, знаете, самодеятельная, театральная какая-нибудь студия в каком-то небольшом колхозе. В клубе, например, колхозном. Какое восстановление энергетики? Каких объектов? Если не смогли ранее пораженные объекты восстановить, то как можно восстановить новые? Если вот сегодня 11-е, будет недостаток электроэнергии. Уже недостаток. С двух часов отключат сегодня электроэнергию аж до вечера. С пяти стран идет импорт электроэнергии. То есть, это просто роль. Это ролевые игры называются. Это как раньше было, да? В перестройке, после нее в 90-х годах назывались это самое, это за стеклом. Жизнь за стеклом. Показывали, как типа люди живут за стеклом. Вот. Так и здесь. То же самое. Это просто ролевая игра. Зеленский рассказывает про какое-то восстановление энергообъектов. Сейчас прилетит там этот, показывали, что я говорил, одежду Белоусов. Показали его. Пришел он в этот, в госпиталь куда-то. Правда, не называют, какой госпиталь. Ну, был 10-го числа в госпитале. Награды давал. Так себе выглядит, конечно, как-то так. Так, вот, так, бледненько я бы так, мягко говоря, сказал, бледненько. Но головаш у него работает, поэтому он должен сейчас какой-то приказ Путина выполнить по ударам, по объектам новым. Поэтому сегодня дело, ну, как раз, там новая сегодня как раз огромная магнитная буря. Там еще какие-то вещи происходят там в звездном. Какой-то идет радиосигнал в Австралии, там обсерватории фиксируют. Идет радиосигнал со Вселенной. Что это за сигнал? Никогда такого не было. Он идет и идет. Поэтому я думаю, как раз 12-е, 0-6-е, 22-е, 24-е, 13-е, 0-6-е. То есть, как раз такой хороший будет период для нанесения ударов. Видимо, они сейчас просчитывают, что куда надо ударить, что надо уничтожить. Какие еще энергетические объекты надо уничтожить, чтобы уже начался реальный блэкаут. Они понимают, что реальный блэкаут в Украине, он приведет к хаосу. Энтропийному хаосу. То есть, полной дезорганизации. Ну и краху всех государственных структур. Однозначно. Прежде всего, конечно, вот этого всего учета так называемых военно обязанных. То есть, эти системы будут поражены, электричества не будет, какая мобилизация. Поэтому, в принципе, как бы Белоусов на это, видимо, и поставлен. То есть, использовать какие-то более тонкие, более сложные механизмы, которые бы разрушали именно Украину, как систему воспроизводства капитала, как субъект по воспроизводственному процессу. Хотя он уже не на расширенной основе, даже не на такой, как был, а он уже идет на суженной основе, но идет. Поэтому, видимо, поставлена задача просто его уничтожить, чтобы не было вообще никакого воспроизводственного процесса. Поэтому я полагаю, что как бы на это будут все силы сейчас направлены. Ну и надо же добиться фиаско этого швейцарского Лозаннского форума. Вот это самое главное сейчас. Ну давайте посмотрим. То есть, Зеленский в Берлине рассказывает, какие прекрасные зияющие высоты впереди Украины. Вот. Впереди еще сегодня какой-то 24-й год, да? Ну еще минимум лет 9-10 будет увеличиваться руина. А Зеленский говорит, что будет реновация, восстановление, ренессанс будет, да? Как у этого, как у Макрона. И у Шольца сейчас будет ренессанс. Вы с Олегом Соскиным. На новом канале больше. Соскин Ньюс смотрите. До новых встреч.